любители москвы моногурьевском проезде только недавно я вам немного рассказывал про свою школу где я учился 949 показывается перед нами ну а рядом с ней находится еще одна школа точно такая же вот только голубая вот эта желтая школа 949 а та голубая сейчас она тоже называется 949 то есть это как бы два отделения два корпуса одной и той же школы под одним и тем же номером 949 но так было не всегда а раньше голубая школа это всегда была 949 изначально вот с момента открытия в 386 году ну собственно то я в нее как раз и пошел когда она открыл вскоре после открытия ну а то школа голубая долгое время называлась школа номер девятьсот восемьдесят семь вот это 949 а та была девятьсот восемь семь и как попадали в эти школы ну вот они были построены одновременно собственно говоря с этим вот шестнадцатым микрорайоном орехов борисовым с пятнадцатым шестнадцатым то есть это вот тоже середина восьмидесятых годов и как как туда попадали вот нас собрали учащихся как говорится в зале и сказали начать те кто изучал раньше до этого когда как в эту школу пошел английский язык те остаются вот в этой школе 949 вот те кто изучал французский те идут в эту голубую школу франции вот это вот поэтому эту голубую школу ее часто называли французской все других вариантов не было то есть либо ты английский язык изучаешь либо французский вот если соответственно изучал немецкий либо там испанский но либо еще какие-то другие там языки экзотические таскать до которых обычно в школе не изучают особенно раньше не изучали то соответственно выхода нет переучивайся либо на английский либо на французский какой тебе больше нравится всего других вариантов нам не оставили 86 87 годах вот ну и соответственно вот так вот и всей пошли кто английский изучал или хотел изучать то соответственно вот здесь то французский изучал либо хотел изучать начать изучать да значит соответственно пошли будут голубую школу а так они в принципе все были одинаковые ну вот и называли соответственно эта школа но обычно английский иногда называли ну хотя редко а вот ту школу надо зале французской но обычно все-таки их называли у нас всегда желтая и голубая но по раскраске соответственно это школа желтая ну а то голубого из голубого кафеля сделано ну тогда эти школы были просто в пределом совершенства в 80-х годах может быть последняя писк мода был ну последний так сказать все достижения были круче не было фактически да но сейчас они до кажется уже довольно заурядными такие школы дополна и намного круче есть школы но это ведь прошло 20 30 лет и как все поменялось вот а тогда это просто да самые такие крутые были пол линолеум и кабинет оснащенный по последнему слову с такими еще условными обозначениями там где химия была колба нарисована география глобус ну и так далее и вот на открытие вот этой школы 987 вот этой голубой школы приезжал борис ельцин ну тогда он был не президентом еще россия он был по-моему председателем моссовета ну и что такое то есть он тут вот москву возглавлял какое-то время и приезжал ну сейчас в общем то многие о нем вспоминают очень плохо и в принципе как его только не называет последними словами да но в то время о нем в общем многие очень хорошо отзывались и считали его чуть ли там не богом да ну ну буквально то есть это там глоток свободы человек дал просто разрушает там коммунистический режим там ненавистный и так далее то есть ну очень многие его любили по-настоящему и связывали с ним очень большие надежды вот на будущее россии ну советского союза тогда ну а потом дальнейшем россии ну видите как все получилось потом разочарование произошло не всегда было так и вот эта школа она интересна тем что вот как раз перед нами вот это вот такая как бы здание такой как бы пристройка что ли к этой школе вот которая сейчас смотрится достаточно необычно ну а в свое время эта пристройка она знаете для чего предназначалась она была предназначена для шестилеток дело в том что если вот кому больше 40 лет на больше 50 лет надо должен помнить что была такая одно время ну в конце уже советского времени идея обучение детей в школе шести лет вот такие шестилетки вот но чтобы как-то более ранее развитие стимулировать что дети уже вполне могут учиться в школе то есть такая вот идея была вот сейчас как-то об этом уже мало кто вспоминает да и таких уже нету мысли но тогда были кстати здесь раньше был проход можно было пройти туда вот сейчас все закрыли вот но если было совсем по-другому намного проще так же как и в 49 школе все пройти можно было почти везде таких оград не было вот здесь вот тоже можно было пройти вот здесь все открыто было сейчас ведь тоже все закрыто раньше все открыто дети целых прям правила предмета запрещены для проноса в школу видите к чё творится дальше такой значит нельзя про провозить крупные предметы аэрозольный баллон алкоголь наркотические вещества оружие взрывчатку пиротехнику а еще и какие-то косвите пропагандистский материал экстремистского характера у о как ничего подобного раньше конечно не было вот ну ладно увидите что недавно появился я даже не видел первый раз увидел так вот продолжу и вот это вот перестройка вот видите перед нами как раз вот это вот она была для шестилеток то есть предполагалось что шестилетки должны вот учиться как бы готовится школе они уже они еще как бы ну вроде что-то промежуточное между детским садом и школой то есть они еще вроде как бы ну почти в школе на как бы первая такая ступенька но еще все-таки не дотягивает да и что такое промежуточное и вот этот корпус там предполагал что там будет спальне то есть они будут спать какое-то время ну типа как бы тихого часа как в детском саду бывает да вот ну и в то же время учебной аудитории то есть и заодно как бы учиться то есть вот так вот предполагалось видите целое здание построили для них такое-то экспериментальное, вот, но потом, и вот, может, как раз, поэтому как раз Ельцин сюда приезжал, ну, и школа была такая, я говорю, современная в то время, такая вот, крутая, одна из самых таких лучших, ну, тут и был-то всего, в принципе, господи, может, там, несколько минут, ну, помпа была большая, тут много народу собралось, там, по телевидению показывали вот эту школу, и Ельцин приехал, много машин собралось, из разных чиновников, там, из райкома, ну, тут тогда раньше был Красногвардейский район, сейчас это Орехово-Борисово-Южно, а тогда был Красногвардейский район, ну, в общем, помпа была большая, конечно, событие было такое довольно большое, хотя, я говорю, оно было такое, в принципе, весьма недолгое, совсем даже недолгое, здесь стоянка, что-то новоасфальт кладут, ну, вот, ну, и вот, собственно говоря, а там обычная школа, вот эта вот пристройка для шестилеток, ну, потом вот эта идея, как-то, в принципе, она, в общем-то, оказалась несостоятельной, что-то как-то они забыли, ну, и, в принципе, я не знаю, что в этой пристройке, конечно, там явно что-то есть, ну, не знаю, может, кружки какие-то, что-то там, наверное, делают, сложно сказать, как-то все, как я не пытался узнать, что-то как-то не получается, там, закрыто у них часто бывает, ну, какое-то время, вроде, она вообще заброшена была, сейчас, вроде, открыли, вот, такая ситуация, ну, и, в общем, вот так вот, две школы сосуществовали, в принципе, тут вместе, ну, потому что, по сути, здесь, в этой местности, в этом, по сути, районе других школ, то больше нет, только вот это и вот это, ну, остальные есть, но они подальше уже, там, в 15 микрорайоне, в 14, ну, это уже довольно далеко отсюда, вот, ну, относительно далеко, а так вот, в принципе, для жителей вот этих вот домов, в принципе, больше-то и учиться негде, хоть это, хоть это. И так продолжалось до 2012 года, когда вот не возникла идея, в принципе, да, как бы сделать, ну, как бы отдельные, так сказать, здания для начальных классов обучения, да, для начальной школы, как говорится, да, ну, и отдельно для средней школы. И тогда вот эту школу, ее, в 1987, ее взяли и присоединили к вот этой школе, 949, в качестве дошкольного отделения, ну, то есть, как бы для первой, второй, третьей класса. Ну, а эту школу, вот, ее оставили средней, вот, уже средняя, так, вот, средний класс, да, старший класс, вот, то есть, ну, как с 4 по 11 класс. Вот, я против этого, я считаю, что это неправильно, не в данном случае, не вообще, ну, потому что самая все идея неправильная. Почему? Вот она, голубая школа, 987-я. Почему? Ну, потому что, во-первых, во-первых, это ведет к переполненности классов, то есть, представляете, вот тут, значит, то было два здания, да, то есть, можно было, знаете, сколько народу разгрузить, да, учиться, а потом все фактически согнали сюда. То есть, альтернативы фактически нет, и все должны учиться, вот, в одной школе, по сути дела, да, либо в той, либо в этой. Ну, естественно, это ведет к переполненности классов, а я считаю, что в классе должно быть не больше 15-20 человек, 20 это максимум, лучше даже поменьше. Иначе это просто ведет. Ну, в тяжелой атмосфере учителям тоже тяжело общаться с детьми, и детям тоже тяжело в переполненном классе заниматься. Вот. Так что, некомфортно просто. Некомфортно и учителям, некомфортно с детьми, столько вот детей, ну, и, соответственно, и детям тоже не очень комфортно учиться. Кстати, вот этих вот решеток, вот, которые там вот при входе в школу раньше не было. Вот раньше вход был свободный, видите, сейчас все огородили, здесь все огорожено, там все огорожено, то есть, одни ограды везде. Раньше все было очень просто, вот, в мое время. Ну, так вот, почему неплохо вот это все разделение, да, там, на дошкольные, вот эти все средние, начальные школы, ну, потому что, вот я говорю, во-первых, это ведет к тому, что переполненность школ, да, то есть, вот, вместо того, чтобы, я считаю, наоборот, надо строить как можно больше школ и разгружать классы, делать вот обучение более комфортным. Ну, а во-вторых, во-вторых, я считаю, что все-таки начальная школа должна, ну, все-таки как-то пересекаться со средней школой, чтобы, как бы, младшеклассники, они пропитывались атмосферой вот средней школы, они, как бы, смотрели на среднюю школу, чтобы все равно они общались, как бы, в одной среде, потому что в каждой школе все-таки какая-то складывается в свою атмосферу, какие-то свои традиции, вот, и мне кажется, что это очень важно, и вот это не надо так вот разделять жестко, так получается какая-то изоляция начальной школы, то есть, как бы, они изолированы практически, получается, как бы, да, а потом так жесткий, такой переход в другое здание, вот, как бы уже в другую школу, да, получается, вот, ну, естественно, это немножко, мне кажется, довольно травматично, вот, и не очень правильно, я думаю, должно все быть более органично, как вот раньше было, было вот здесь вот отсек для младших классов, ну, и хорошо, и, в принципе, как-то все было нормально, по-моему, особых нареканий никогда ни у кого не было, на такую вот форму обучения, да, всем как-то было достаточно комфортно. Ну, а вот это вот искусственное такое вот отсоединение, как бы, и обособление вот этой вот начальной школы, я считаю, это все-таки неправильный такой момент. Он все-таки, ну, я считаю, как-то способствует, не очень способствует формированию такого вот нормального образования гармоничного, такое идет разделение, оно, мне кажется, довольно искусственно. При всем при том, что, да, конечно, есть свои специфики. У начальной, конечно, школы, у средней, это понятно. Ну, и все-таки вот этого жесткого такого вот деления делать не нужно. Нужно все-таки, чтобы все были в одной атмосфере, как-то варились, да, в общем-то. Ну, хоть где-то пересекались, пусть даже в столовой, там, как-то смотрели младшие на старших, да, как-то вот так вот. Старшие тоже, может быть, как-то что-то там помогали бы, да. Мне кажется, это было бы даже более правильно, нежели вот так вот жестко разделять. Ну, как бы там ни было, вот такая ситуация из 2012 года, из 2012-2013 учебных годов. Вот эти две школы фактически являются одним номером, но только двумя корпусами. Одна школа 949. Ну, вот они, видите, фактически рядом находятся. Но раньше это были две самостоятельные школы, а теперь это, по сути, одна школа, только два отделения. Начальное и среднее. Ну, вот. Так. Вот, что мне хотелось бы сказать, тоже некоторые заметочки сделать по поводу школы 987, ну, и заодно и 49-й еще добавить тоже. До встречи! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...